Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! На острове любви произошла череда странных событий. Сначала Никита и Алина поссорились, в ночном эфире они выясняли отношения на вилле, ругались, Рудаков разозлился, сбежал по лестнице, ломая мебель, и на него напал стул, повредив герою голову. Как это случилось, толком не показали, но сердце Алины дрогнуло, и она призналась своему неудачнику, что еще любит. Затем с забинтованной головой Никита Рудаков сделал предложение Алине Галимовой. Она не согласилась, но кольцо решила носить, чего же добру пропадать. В очередной раз Галимова всем доказала, что думать наперед не ее конек. Видимо, по этой причине она и ищет на проекте мужчину, который будет выполнять эту функцию за двоих. Как мы знаем из новостей, Никита за двоих может только подурачиться. Разве кольцо, пусть даже красивое, стоит того, чтобы выслушивать неделями, а то и месяцами упреки на лобном? Или Алина уже простила предательство жениха? Рудаков ее защищать не будет. Он умеет только косячить и принимать критику в свой адрес. А ей зачем выслушивать, что она меркантильная? Как скоро колечко полетит в океан? Скоро узнаем. Младшая сестра Александры Черно Татьяна Щербакова давно рвется на проект. Изначально приход девушки на телестройку был анонсирован на осень 2019 года. Правда, тогда, впрочем, как и сейчас, организаторы неожиданно изменили свои планы. Так давно Таня гостила у Черно на шоу «Спаси свою любовь» и наконец получила одобрение руководства. Девушка должна была зайти в периметр в самое ближайшее время, однако вновь получила отворот-поворот. Организаторы пока не объясняют, чем так провинилась сама Татьяна или, возможно, Саша, из-за чего Щербакова не позволяют стать участницей. Впрочем, девушка не унывает и продолжает штурмовать месседжеры ведущих телестройки. Татьяна не скрывает, она твердо намерена повторить триумф старшей сестры в рамках Дома-2. Милена Безбородова никак не может вернуться в нормальное состояние. Расставание с Алексеем Безусом слишком болезненно по ней ударило. И она не сомневается, что если бы Леша все-таки решился уйти за ней с проекта, за периметром они смогли бы построить нормальные отношения, так как там нет раздражающих ее факторов. По словам Елены, проект виноват в том, что там обостряются все чувства, в первую очередь негативные. Именно поэтому она обижается на Лешу. Она считает, что за периметром у них все бы обязательно получилось. Раньше он жаловался, что ему не нравятся конфликты Милены с коллективом. Но так как за периметром коллектива нет, то и конфликтов бы не было. Там очень сильно обостряются все твои чувства, такие как любовь, ненависть, злость и так далее. Честно, тут мне как раз таки и обидно, что Леша не ушел за мной, потому что я уверена, что за периметром у нас бы все получилось, потому что его раздражали мои конфликты с ребятами и с сотрудниками. А за проектом этого нет, но он свой выбор сделал и остался там, высказалась Милена. Сейчас девушке по ее словам так плохо, что она готова совершить суицид. Она сожалеет, что в отношениях с Безусом не прислушивалась к нему и вела себя неправильно. Ругает себя за допущенные ошибки. Она и сама понимает, что слишком часто ноет, но это из-за того, что ей очень плохо. Сейчас она в ужасном состоянии и постоянно думает о суициде. Сейчас Безбородова решила бороться со своим плохим состоянием и принимать соответствующие меры. Она уже записалась на прием к психологу и психотерапевту и будет принимать антидепрессанты. В ближайшем будущем она надеется восстановиться и вернуть в свое нормальное состояние. Пользователи стараются убедить экс-участницу, что ей расставание с Безусом только на пользу. В разгар пандемии коронавируса в сети особенно популярны советы по укреплению иммунитета. Исключением не стала и мать Марины Африкантовой. Татьяна Владимировна Африкантова с большим удовольствием поделилась личным опытом с подписчиками и в очередной раз видео с рекомендациями взорвала сеть. Женщина, которая абсолютно не имеет комплексов, посоветовала всем независимо от пола и возраста глотать сперму в качестве лекарства. Африкантова уверена, что проглотить 30 грамм спермы и запить ее водой – это расплюнуть. Однако Татьяна Владимировна уточнила, что донор спермы обязательно должен быть здоровым, тогда и лечебный эффект будет лучше. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Участники телестройки с уважением относятся к хедлайнеру проекта Николаю Должанскому, но терпеть не могут его подругу Екатерину Богданову. Стоит лишь Кате появиться на общей кухне, как с ней цепляются и начинают троллить, чувствуя, что девушка быстро заводится, но с трудом притормаживает. Издевательства над Богдановой стали вечерним развлечением хомяков. Не остался в стороне и ее сожитель. Николай давно уже знает, что если не можешь прекратить беспредел, нужно его возглавить. Поэтому он пошел на поводу у коллектива и признался в симпатии к одной из девушек женской спальни. Юлия Жукова стала новой музой Николая Должанского. Он готов за ней ухаживать, несмотря на то, что практически женат на Катерине. Одно другому не мешает, заявил Должанский Жуковой и поставил ее на одну ступеньку с Катей Богдановой. Ну а какая между этими девушками разница, если присмотреться? Едят из одной кормушки, обе долго мечтали попасть на проект. Жукова уже приходила на Дом-2 к Илье Яббарову и сбежала, назвав телестройку психушкой, а теперь вернулась в родные стены по своему желанию. А Екатерина 4 года дружила с Колей, чтобы попасть под камеры. Так что Жуковой теперь не отвертеться. Будет ли ей так смешно, как в ночном эфире Дома-2, когда Катя кричала, что Коля однолюб, если Богданова уйдет с проекта? Николай начнет красиво ухаживать за Жуковой. И что она будет делать? Илья Яббаров постоянно рассказывает своим подписчикам о том, насколько он счастлив, что на проекте может общаться со своим ребенком. Мужчина наладил отношения с Аленой Савкиной и имеет возможность нянчить малыша. Но именно из-за Дома-2 Илья Яббаров потеряет связь с сыном. Потому что за периметром он был бы частым гостем в доме Савкиной и ее матери. Мог бы проводить с Богданом выходные. А на проекте он обсуждает темы на кухне, в то время как с Богданом общаются другие мужчины. Ябаров никогда не будет авторитетом для Богдаши. Можно лишь сделать вывод, что Илья сегодня в дневном эфире Дома-2 работал, когда рассуждал про чужие проблемы и раздавал ненужные советы. А в это время Илья Григорьев на языке учил Богдана играть в футбол. Говорил Алене и ее маме, что мальчика нужно отдать на плавание, а спорт важен для ребенка. Игорь на один день заменил отца Богдану целиком и полностью. Плюс он молодой парень и может чего-то добиться за периметром, в отличие от некоторых. Савкиной, конечно, нужно держаться за этого паренька. Другого случая может и не предоставиться. Так что и в этом раунде Ябаров проиграл, как бы он не старался показать, что занимает значимое место в жизни ребенка. Он теряет связь ни фамилии, ни отчества, ни наследства или гордости за достижение отца. Ничего Ябаров не может дать Богдану. Как это еще у него внутри все не переворачивается. Так может ему и не лезть больше к малышу. Пусть бы мальчик рос и не знал, что папа где-то болтает языком. И ему дороже проектные дела, чем маленький человечек. Юлия Белая отреагировала на слухи, которые появились о ней и Денисе Макраусове. Пользователи обсудили виртуальный роман между Макраусовым и Юлией Белой. В сети опубликовали переписки между молодыми людьми, по которым можно сделать вывод, что те, кто так общается, действительно испытывают симпатию друг другу. Пришлось Юле комментировать эти слухи и она объяснила, что была очень удивлена, когда увидела в сети такую информацию про нее и Дениса. Девушка заверила, что они вообще не переписываются, не общались и никакой симпатии друг другу не испытывают. Когда она увидела эти публикации, то отправила Денису и они дружно смеялись. Я сама увидела в интернете эту информацию и была удивлена, потому что мы с Денисом совсем не общаемся. Я скинула ему эти публикации, он сказал, что сам в шоке. Мы с ним посмеялись над этой ситуацией, потому что она очень странная, ответила Юля. Чтобы не было в дальнейшем никаких подозрений, Юля заверила, что относится к бывшему возлюбленному Алены Савкиной вполне нейтрально, то есть не испытывает никаких чувств и вообще ей не нравится, как он поступил с Аленой. К тому же недавно Юля говорила, что переписывается с несколькими молодыми людьми за периметром. Белая уверяла, что на нее произвел впечатление некий молодой футболист, младше ее на 9 лет. Однако по Сейшелам летают слухи, что за периметром у Юли завязался роман с достаточно взрослым мужчиной, который не станет терпеть ее пьяные выходки. А недавняя пьяная драка со Степаном Меншиковым могла этого мужчину оттолкнуть. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!